Увелезный у вас состав всех. У вас проведение в школе. Я месяц был проведением в Абрадске, а там на точке в Украине в Украине в Украине. И по школьникам я постоянно общался, в Украине в Украине в Украине, в Украине в Украине. И там школы такие, какие-то, что они тут. Тут ребята все арабские такие. Часть негр, часть арабов. Вот так смотришь, как они там первые, чем занимаются. А у них это тоже черный круг. Ребята хорошие. Так могут. Видишь, как вы хорошие. Вот. Вот. Это единственное, что у меня поразило, когда я раньше не обращал внимания, у меня был коллега. Да давайте. Мы почти зашли. Мой коллега, профессор Роман Ай, он мне рассказал, что он не в школе, в Франции. А физики вообще нету. Вот физики нету. У них есть, понимаете, что такое физика, химия, типа естественные науки, саймс, сеанс. А физики нету. Вот мы жаловимся, что у нас на физику мало часов, потому что в школе нет. А у них вообще физики нет. Но при этом представляете себе эти французы, что делать. Когда я собираю, до вечера сидят, вроде бы, к самому. Ну, вы догадываетесь в ресторанах. Пьют, шьют, значит, едят. С тобой впечатление, что вообще все аттракции просто когда-то вечера находятся в ресторанах. Стихи, столики все на улице. Да, идешь, прям вот они все. Все. А тем не менее, кто же у них делает? Соборят ракеты. Они же, если пускай, а скрутники. А-380 у них такой гигант, какой-то, знаете, какой-то, 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 какой-то. Это так же, действительно, но как-то он выглядит вообще, как-то не только поставлены вот так вот по рюке с пределами крыльями. А он говорит, как-то снимает, я не знаю. Вот я так думал, надо и не будет. Как же так вообще все получается. Иди сюда, тебе к чему пришел, к этому приводу. Потому что у них, если учат чему-то, то без коляр. Не важно, чему учиться, но если без коляр, серьезно, то это, в общем-то, неважно, физика, химия или физика, как раз, в случае. В результате человек может освоить легко, вообще говоря, все что угодно, если он привык работает. Вот это вот самое главное. И у меня точно, я даже про физику не знал, что она мне точно заканчивала, так по-французски, но она заканчивала это исторически и ювелически. Вот. По ее обучению я понял, что так, когда мне, списывать, я вам уже рассказывал, списывать так. Никодин парень попался на списывание, все удается для людей лет, без права к поступлению вообще. Нормально, да? Это вообще в любую университет, что ли? Ну, я не знаю, честно говоря, вот тут уже детали. Может быть, не знаю. Возможно, будет, не знаю. Но я думаю, что поскольку там такие вещи, как CV, безюмета по нашему, наши письма всякие, рекомендательные, это все очень популярно. Но я думаю, что это все равно, что в данном институте, другое, другое, на всю жизнь. Теперь будет вот такой крест поставлен. Поэтому, я даже думаю, не по этому не списываю. Просто, сами понимают, что надо работать, что там что-то, в общем, кем-то стак. Там образование ценится, и там его не все получают. У нас все, пожалуйста, на улице загибают, так и все давайте все запишем. Не хотите, да давайте. Приходите. Ну, я там больше образование получают немногие. Если я пишу в резюме, БАК плюс два, то есть средняя школа, плюс два года в ВУЗе. Интересно, они не пишут никогда, в каком ВУЗе, к чему учился. Ну, что значит, никогда. Пишут, конечно. Но у них важно, что ты два года учился. А это означает, что ты два года работал. Но, опять же, неважная история, физика, математика, химия и так далее. У нас, видите, немножко все по-другому. Чего-то змеи-карпус, это имя нет. Так, ну ладно, начнем. Вернемся к тому, на чем мы закончили. Стационарное телевизмещение. Я коротенько результат их нахожу. Причем, потому что на практике мы в этом семействе в основном будем. Мы не надеемся приниматься, так? Основные результаты. Итак, стационарное телевизмещение. Первый вариант – это теория возмущения для невырожденного уровня. Итак, невырожденный уровень – ТВ. Теория возмущения – невырожденный уровень. Поправка первого порядка – теория возмущения. Значит, ну, давайте я начну с того, что оператор гаммита, мы здесь увидим H0 плюс V, где H0 – это гаммитония нулевого приближения, или просто говорят нулевое гаммитония. V – оператор возмущения. В качестве оператора возмущения, чаще всего, фигурирует взаимодействие, скажем, системы с внешним полем, электрическим магнитом. Это может быть взаимодействие между частями, между двумя подсистемами, между частями подбой системы, ну, фактически тоже между подсистемами. И я бы сказал, что разделение оператора гаммитона на H0 плюс V, плюс некое возмущение, очень часто бывает делом, ну, я бы сказал, как бы субъективным тоже. То есть, часто возникает вопрос, а как же оператор гаммитона полный разбить на эти две части? Естественно, прежде всего, оператор H0 важен. Мы должны оператор H0 говорить так, чтобы его собственные значения, собственные функции были бы известны. И фактически решение задачи как раз начинается с задачи с H0, то есть, значит, у него приближение. Вот, в случае невырожденного спектра, я беру оператор гаммитона H0 с невырожденным спектром собственных включений, ЕН с нуликом ХН, ЕФН собственные функции оператора H0, ЕС с нуликом собственные значения. Ну, а как же V формально записываю в виде лямбра, мы будем V деля на малый параметр. Его видение тоже иногда бывает разным, параметр можно убирать, но результаты формально от него зависит не будет. Вере, фактически зависит не будет. Ясно, что речь идет фактически H0 по разношению, в ряд, по возмущению, ну, а формально по малому параметру, связанному с возмущением. Итак, результаты. Энергия, точнее говоря, поправка энергии первого порядка, или энергия первого движения, ЕН первое, это ЕН с нуликом, плюс Дельта ЕН первое, это поправка первого приближения, Дельта ЕН первое, это просто диагонально-надричный элемент оператора возмущения, или средняя энергия возмущения в состоянии N, в состоянии N, соответственно, нуликом приближении. Это фактически интеграл, Фи N подносится приближенная, граф N, Фи N, Дельтау, где Дельтау, элемент интегрированный. Ну, или дельтовских обозначений, это может быть так, записано в Фи N, В, Фи N, ну, или, если вам обозначение N достаточно, для того, чтобы знать информацию в состоянии, можно и так записать. Это все единообразное, практически, это однозначная запись. Итак, поправка первого приближения, просто дегональный ватричный ответ возмущения. Поправка второго приближения, Дельта Е N2, ну, то есть я пишу Е N2, Е N с нуликом, плюс Дельта Е N1, плюс Дельта Е N2, Дельта Е N2. Более сложное приближение, сумма по M, не равна N, то есть сумма по всем состояниям, кроме выделенного N состояния. Я напомню картинку. Вот у вас спектр нулевого приближения, вот здесь мы разрублю энергии N, ну, скажем, Дельта Е N2, Дельта Е N2, и так далее. Вот вы включаете возмущение, В, и равна N2, ну, и у вас энергии меняются, пускай мы вниз, там вниз, вверх. Вот такие картинки мы будем рисовать, мы просто не их всегда рисуем. И вот мы, собственно, на работе поправка энергии, когда заговорим, вот об этих величинах. То есть, N это выделенный уровень, любой может быть, это может быть уровень по самому состоянию, возбужденный и так далее. Итак, сумма, дальше матричный элемент B, N, N по мотрую в квадрате, E N с нуликом, минус E N с нуликом. Вот как выглядит поправка, второе приближение. Ну, видно, что она квадратична по возмущению, ну, и, кроме того, имеет размеры с Энергией, конечно. На это надо обратить внимание. Здесь матричный элемент имеет размеры с Энергией, это тоже Энергией. Значит, здесь квадратный элемент, где Энергией, по праву, естественно, имеет размеры с Энергией. Вот, кстати, надо следить, если вы себя проверите. Вот эти две формулы, да? А внизу у нас, не Эн. А, ну, я, да. Или там с нулика минус E, с нулика. Вот эти две формулы очень регулярны, в теории включения. Ну, надо сказать, что в теории возвращения квадратная механика, она особняком стоит. Почему? Потому что при практическом применении квадратной механики, ну, вот, чаще всего приходится заниматься в теории возвращения, конечно, потому что точно решаемых задач квадратной механики. Там, по пальцам можно пересчитать. Вот, поэтому приходится заниматься, конечно, приближенными методами расчета. Верусы сети увеличения в нашем варианте самые современные методы. Это вот то, что касается поправок энергии. Поправка к волновой функции. Итак, волновая функция нулевого приближения я обозначаю φ с учетом возвращения переводит в Си Эн. И эта Волновая функция, мы ее ищем в виде разложения в ряд по собственной функции это рада Н, по функции нулевого приближения. И, собственно, коэффициент этого разложения мы затем ищем в виде ряда по степеням малого параметра лямля в сутих методах. Ну, а я результат пишу. Итак, Пси Эн равняется φ Н, то есть нулевое приближение, плюс сумма по М не равную Н слова. Далее, здесь Е Н с нуликом минус Е Н с нуликом. Но здесь матричный элемент В М Н и Фи М Вот так выглядит поправка первого приближения в видеоразмещения. Очень важная поправка, она о чем говорит? О том, что в действии возмущения у вас происходит перемешивание состояния нулевого приближения. То есть эффект перемешивания, смешивания иногда взимодействия состояния в действии возмущения. Каждое слагаемое здесь с определенным Н и определенным Н это опять все взаимодействие в состоянии М и Н. Поэтому матричный элемент который сюда будет матричный возмущение иногда выживает матричное взаимодействие с М и Н. Если что вот эта величина она безразмерная она конечно зависит как от разности энергии то есть от расстояния к энергии между состояниями взаимодействующими ну или от матричной элемент конечно и понятно что мы можем говорить по теории возмущения предполагая слабое возмущение но когда говорят возмущение имеет слабое возмущение но какое же будет слабое возмущение если вот этот коэффициент если это отношение будет порядка единицы поэтому ясно критерием применимости теории возмущения в смысле критерием слабости значит возмущения будет вот такое соотношение В М на Е ну в принципе можно здесь перестать местами я сейчас модуль все равно напишу Е от столика модуль много меньше дениться вот именно это соотношение называют критерием слабости или иногда критерием применимости теории измущения применимости в смысле возможности ограничения небольшим числом слагаемых скажем первым вторым третьим хотя на практике иногда приходится заниматься и теорией измущения 4 и 5 и 6 в ряду какие задачи а представьте себе что у вас речь идет о комбинированном возмущении то есть взять себе что-то раз включать несколько слагаемых ну например замерись с электрическими слагаемых поля и вы хотите какой-то магнитоэлектрический эффект получите эффект комбинированный то понятно что вам в этом случае нужно рассматривать ее размещение второго поля она будет давать вам слагаемые линейные магнитного и по электрическому полю а в целом это эффект второго ну а если там тройные возмущения и так далее то приходится конечно иногда доходить до высоких порядков теории возмущения все дальше идем стационарная теория возмущения вырожденный уровень ну кстати когда вот здесь мы говорили о невырожденном уровне речь шла о теории возмущения для определенного ного невырожденного уровня все остальные уровни в принципе могли быть вырождены что это означает это означает что в этой сумме надо просто вести суммирование по всем состояниям кроме выделенного невырожденного, а значит все остальные могут быть вырождены. Но если вы выделяете в спектре нулевого приближения вырожденный уровень, все, теория измущения уже меняется формально. Итак, второй вариант. Второй вариант. Так, немножко зря он к вам пришел, радоватый, немножко. Тяжеловатый, черт возьмите, ведь в этом виде в самолете я в водилок. Здесь у вас в России какая-то инфекция пройдет. Я на самом деле уже, вы можете не бояться, я уже практически, хотел сказать, готов, как я в своем предыдущем сказал, что я уже отошел. Он говорит, еще рано, пока не отходите. Итак, теория измещений. Вырожденный уровень. Вырожденный уровень. Вырожденный уровень. Итак, в этом случае выросла первого оператора H0. Ну, я ведь для примера, если я взял искретный спектр. Пишем, оператор, значит, H0 действует на функции, дает вам вырожденный спектр. Что это означает? Это означает, что собственному значению Е с ноликом соответствует несколько функций. Мы их будем обозначать индексом альфа. Альфа пробегает, ну, скажем, один, два и так далее, до ДН, где ДН – храпость вырождения. Ingeneracy. Как в этом случае решается сдача? Ну, я эту же картинку возьму так, только чуть-чуть ее, значит, сейчас преображу. Итак, я рассматриваю вырожденный уровень. Ну, знаете, вот второй, скажем, я буду рассматривать вырожденный уровень. Это значит, в нулевом приближении картинка так выглядит. Ну, вот какие-то уровни могут быть выражены, какие-то не выражены. Это неважно. Главное то, что я выделяю определенный Н-вырожденный уровень. Как развивается теория измещения? Ну, дело в том, что сейчас использовать теорию измещения для невырожденного уровня я не могу. Почему? Потому что, обратите внимание, там во втором порядке теории измещения будет разность энергии. А здесь, видите, разность энергии нулевая будет, так? Как развивается теория измещения? В первом приближении теории измещения мы выделяем Н-вырожденный уровень и забываем о существовании всех остальных уровней. Тогда задача наша сводится фактически к задаче дегонализации матрицы оператора Галлинтона, полного, вот такого вида. Это Н-вырожденный уровень, альфа, Н, точка запятой, здесь, В5. Вот такую матрицу мы пишем. Эта матрица имеет размерность ДН на ДН. ДН на ДН. И наша задача фактически найти собственное измещение и собственные функции этой матрицы. Эти функции ответствуют первому приближению теории измещения для нашего случая. Как эта задача решается? Ну, формально, просто мы вспоминаем алгебру. Значит, я пишу вот такое уравнение. H. Так. Ну, давайте я сделаю вот, что я одну матрицу перепишу. Так, H альфа-бета просто. H альфа-бета. Ну, Н фиксирую. Значит, это какой-то вынименный уровень. Ну, дальше писать мы не будем, для упрощения просто. Итак, это H альфа-бета минус E дельта альфа-бета на C бета равняется 0. Вот такую систему, ну, фактически надо сумму написать, давайте напишем сумма по бета. Эта система уравнений даст нам что? C бета это фактически функции, я это так скажу, в C, это будет сумма по бета. C бета, фи, н, бета. Это линейные комбинации функций фи, н, бета, фи, н, которые дают собственные функции ператора H. И E это собственное значение. Фактически для того, чтобы найти собственное значение, собственные функции, точнее говоря, собственные векторы, собственные числа матрицы H альфа-бета, мы должны в этом уровне не решить, точнее, и систему уровней. Значит, процент C, то есть это название процентов правильной линейной комбинации, ну, а E, собственно, числа матрицы, они вам будут давать энергию в состоянии. Итак, что мы делаем? Значит, мы находим, или выписываем условия нетривиального решения, в этом матрице H альфа-бета, минус Е, дельта альфа-бета, правильная линейная комбинация для системы линейного уравнения, условия нетривиального решения. И вот это уравнение, это алгебрическое уравнение относительно Е, в степени ДН, в степени ДН, в размерах матрицы, мы его решаем и находим ДН значение Е. Отсюда решает это алгебрическое уравнение в степени ДН, находим ДН значение Е. Затем все эти ДН значения Е, мы их по очереди подставляем. Итак, мы находим Е, но я напишу здесь Н, я фиксирую, поэтому на самом деле как бы речь идет о ЕН. ЕН. Но, тем не менее, индекс Н я опустил, значит, мы находим Е1, Е2, и так далее ЕДН. ДН собственное значение находим. Они вам будут давать спектр энергии нулевого движения. Вот эти вот энергии я вам буду давать. ЕН1, ЕН2, ЕН3 и так далее. Ну, а затем по очереди эти собственные числа мы подставляем уравнение и находим коэффициенты С. То есть находим функции. ВСИ1, ВСИ2, ну и так далее. ВСИ ДН. ВСИ ДН. Это будут функции, соответствующие первого приближения теории измещения. Их называют правильные линейные комбинации. Правильные линейные комбинации. Здесь, возможно, несколько случаев. Скажем, у вас все собственные числа ДН собственные значения могут совпасть просто. Тогда ваш уровень останется выраженным после действия выгрущения. Все они могут предвозначаться. Тогда произойдет, как здесь нарисовано, полное снятие выграющей, полное расщепление. Часть может совпадать, часть различаться. Неполное снятие вырождения или неполное расщепление. Вот за этим нужно следить внимательно. И, конечно, представьте себе, что все у вас собственные числа Е1, Е2 совпали. Но обратите внимание, вам при этом все равно нужно найти ДН, ортодоргированной функции. Мы с вами договорились, что функции, соответствующие определенному мультику, они должны быть портонармированными. Поэтому вам нужно искать все равно ДН функций, портонармированных. Но обратите внимание, что каждый раз только в систему уравнения будет подставлять одно и то же значение ДН. Вот это иногда вызывает трудности на практике при решении подобного рода задачи. Я хочу обратить внимание. Хотя эти же проблемы возникают в высшем алгебре. Поэтому на самом деле здесь с точки зрения квантомеханики особо проблем нет. Это первое приближение теории смещения. Во втором приближении теории смещения для выраженного в ситуации немножко сложнее выглядит. Но для того, чтобы найти поправки второго приближения теории смещения, КДР, скажем так, нужно рассмотреть матрицу. Матрицу собственные числа которые будут давать поправки второго приближения. Что это за матрица? Вот давайте эту матрицу я изображу. Итак, матрица Н альфа В вот здесь я напишу В2 Н бета Эта матрица тоже будет иметь размеры с ДН на ДН. Вот как она будет выглядеть? Сумма по М и равному Н ну, давайте даже здесь так напишем так как у нас рассматривается выраженный уровень если пишем М гамма где М не равняется Н ну, а дальше вот что будет ЕН с нуликом минус ЕМ с нуликом ну а здесь я напишу в гельгерской форме хотя можно а не на 1 это все равно ну давайте я гельгерскую форму использую значит будет так Н сложнее итак Н альфа В Н гамма второй матричный элемент здесь никуда отмогу для произведения Н гамма В Н бета вот так вот вот уже такую матрицу построить кстати обратите внимание она очень похожа по структуре на выражение для поправки второго приближения к энергии невыраженного уровня действительно если вот здесь взять альфа и бета одинаковыми да то есть диагональными пусть у вас вообще Д единичка равно всего да единичка означает что речь идет о невыраженном уровне тогда здесь альфа просто можно опустить ну и тогда здесь оп оп это будет квадрат модуля и вы вернетесь к выражению для поправки второго приближения то есть не си дичьми а что то и как ну это то же самое что альфа это как видите здесь на каждый уровень точнее говоря каждое состояние двумя чисто мы определяем Н это индекс который указывает на энергию состояние а альфа бета или гамма это состояние в пределах данного уровня вот смотрите здесь бенбойка но здесь ведь альфа бета гамма меняется 1 2 3 ну и так далее 5 10 то есть это тот уровень который вернее тот индекс количество которое уменует функции в пределах мультиплета в пределах мультиплета функций соответствующих пределах назначение ну и часто говорим так уровень подразумевает уровень энергии время состояния подразумевает функцию как бы да вот это тоже надо ведь поэтому практически индексы альфа бета или гамма нумеруют состояние в пределах одного уровня то есть вы включаете фактически матрицу 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 дальше ищите собственные числа матрицы это будут поправки второго приближения собственные функции будут вам поправки второго приближения квадровой функции что я здесь на что хотел обратить внимание дело в том что формально формально эту ситуацию можно представить несколько по-иному представим себе что речь идет у нас о матрице некоторого карат витрия в 2 обозначил в 2 то есть мы фактически можем со вторым приближением теории размещения связать некоторые эффективные операторы в 2 и иногда говорят эквивалентный оператор что значит эффективный или эквивалентный оператор эквивалентный метро это будет точное название понимают операторы матрицы которые на определенном базисе совпадают вот это запомнит и очень большинга и понятия фантомеханики эквивалентными операторами иногда повторяю их называют эффективными понимают операторы матрицы которых на определенном базисе совпадают это что означает это означает что например оператор сложного вида но на каком-то усеченном базисе как правило еще фиксирован иногда простого состоящим скажем из двух пяти функций зимня на более простой фирма если матрица этого простого оператора совпадает с матрицы сложного оператора это понятие эффективных оператора эффективных операторов водятся некоторые мощные налоги скажем из квантовой механики куда-нибудь совсем другие области вплоть до транспорта я бы вам уже говорил когда мы будем понятие например эффективного спина или псевдоспина говорят то есть когда мы смотрим оба два состояния машина низ головой и вверх головой два состояния причем машина всегда посчитает этот верх головой на колеса помечтать можно если у вас машина может только два состояния так либо так оправите вы сделал это будет сразу нарисовать сразу аналогия со спинном 1 уже включается ваше знание задачка спиннинг на на ее это задачка объекте во значении то состояние всего иметь как это аналогия есть ну а дальше всего делать делать техники каким-то образом хотите эту систему или систему таких объектов писать вспоминаете что это соответствует некоторому равновесному состоянию системы и структурное состояние ты бы дарит его начать развивать аналогии иногда они очень полезный результат вот все что я хотел о социальной теоризмущении сказать дальше просто приложение ну а мы с вами займемся сейчас верно в коротенье то чем мы с вами честно пришел мы будем заниматься вторая лекция сегодня сады сидишь он как-то просил меня и вторую забирать значит что дождем у вас понедельника вот там зачем я буду сейчас следующая пара у вас что практика я все уже расписание вхожу но ищем буду за носили чем-нибудь возвращать ну что мы с вами будем рассматривать не соцсадарь и размещение общая теория потом теории электромагнитных переходов и теорию рассеяния вот это очень важно теперь сделать квантовой механики далее переходим к уравнению пирога то есть фактически к стиму для основания девистой квантовой механики основания квантовой механики основания ну и наконец такая большой кусок завершающую это квантовая теория системного частиц тоже честно говоря очень громко сказано конечно основы антро-теории системного частиц то есть это вот всякие позорные фермерные перестановки вторичное квантование атом много электронный движение партнер флог и когда вот это примерно наш у нас будет завершающая часть не стационарную теорию смещения очень любите до сих пор мы говорили о возмущении в которое времени не зависело это что за черный означало что мы могли решать уравнение швейнгера стационарное из искать просто собственное значение собственно вот вот это уравнение решать ну а если вы у нас зависит от времени нужно решать будет полное уравнение швейнгера то есть дифференциальное уравнение со временем вот с него мы собственно и начнем и так аж теперь у меня равняется аж 0 плюс в который зависит от времени ясно что нужно будет решать уравнение швейнгера и аж дэпси от координаты времени ну здесь икс у меня ну либо действительно одна координата просто либо некая вообще оборщенная координата по дэпси является аж в си вот такое дифференциальное уравнение нужно решать со временем уже предполагается конечно же предполагаем что уравнение и аж дэпси от икс и т от икс равняется аж 0 в си вот это уравнение его решение нам известно ну во первых если аж 0 от времени не зависит мы сразу можем записать это решение ведет стационарного состояния, то есть решение сразу можно записать следующим образом. Пси от х и т. Пси от х и т. Более того, здесь давайте индекс сразу введем n. Опять же будем рассматривать оператор h0 как оператор с дискретным невыраженным спектром. Об этом я в самом начале курса говорю, что мы всегда по умолчанию будем рассматривать операторы с дискретным спектром. Ну а если будем говорить о выраженном невыраженном, будем уже специально наговаривать. Поэтому по умолчанию у нас эти операторы будут иметь дискретный спектр. Итак, а в данном случае еще и невыраженном. Итак, это будет значит е в степени минус и ен делить на минус и ен делить на а т. Пси, ну или точнее говоря, давайте напишу, фи ен от х. Вот так можно записать решение вот этого же уравнения, только без возмущения, то есть в любом приближении. Вы просто будем иметь стационарное состояние. Ну и когда у вас речи в зависимости от времени нет, то иногда вот эту часть вообще о ней забывали. Вот выше мы-ка раз о ней и забывали, да? Мы работали только собственными функциями фератора h0, собственными функциями феер. То есть фактически мы работали вот с этим уравнением h0, fn, 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 fn. Ну здесь я не буду нолик добавлять в его энергии. Дело в том, что обрадить не могу. Как только я включил в оператор камень у нас возмущение, зависящее от времени, энергия перестала быть интеграмным напряжением. То есть теперь я уже не могу характеризовать состояние определенной энергии. Ну а значит смысл говорить о поправках энергии? Нет. Вот это очень важно момент. Мы можем только говорить о таких понятиях, как, например, неопределенность энергии. Неопределенность энергии. Это важнее будет для нас понятие, причем потому что понятно, что при разного рода возмущениях вот эта неопределенность энергии, она будет больше, меньше. И это, конечно, очень важная характеристика будет состояния. Лучше от уровней. Итак, вот мы стартуем с этого уравнения, с этих решений. Стационарное состояние. n-ное стационарное состояние. Причем функции φn, вот их образуют, собственно, функции оператора h0, метрометра оператора, они образуют полную систему органомирования функций. Значит, мы можем использовать функции φn, либо функции стационарного состояния в качестве некоторого базиса, базиса, и искать решение нашего уравнения, искать в виде разложения некоторого по вот этому базису нелевого приближения, по стационарному состоянию. Итак, мы ищем решение, наше уравнение, вот это вот теперь уравнение, в виде ψ, вот x и t, равняется сумма, ну то есть берем сумму в n, дальше коэффициенты a, n, b, этого знака, ясно, что они от времени, вообще-то это зависит. Или многофункции стационарного состояния, то есть на е в степени минус и делить на h, b, n, t, φn под x. Вот мы переводим нашу задачу сейчас, видите, в задачу расчета вот этих функций а, n, и t, ну, как коэффициенты в разложении, по-своему-разному. Кстати, да, обратите внимание, что эти коэффициенты от координаты не зависят, от времени, да, от координаты не зависят. На самом деле формально, вот что это означает? Формально это означает переход к так называемому представлению взаимодействия, о котором я в прошлом году упоминал. Помните, мы с вами говорили, представление Шеллингера, вот, собственно, здесь мы имеем дело с представлением Шеллингера. Есть представление Газельбергера, есть представление, оно комбинированное представление взаимодействия. Я тогда еще упоминал, что это представление, мы с ним не столкнемся, в теории возмущений, зависящих от времени. То есть, фактически, видите, что мы делаем? Мы переводим задачу поиска вот функций, зависящих от координаты времени, задачу поиска функций, зависящих от времени, только. А, ну, естественно, что нам уравнение нужно переписать. Видите, вот это уравнение? Мы сейчас ее перепишем, форму уравнения для А. Уравнение для А. Что для этого нужно сделать? Ну, после берем это разложение сюда, О, О, подставляем. Дальше, стандартная процедура, умножаем левую и правую часть на, в данном случае, на функции φМ, скажем так. Омблексно-соближетный интеграл берем по пространству, по x, по dx интеграл. Ну, и фактически, когда у нас левая и правая части всякие упрощения возникают, вот эту процедуру мы сейчас проделаем, и получим как раз уравнение для А. Это фактически будет то же самое уравнение, определимое, то же самое уравнение, только записанное по-другому, другая форма. Это будет уравнение членников представления взаимодействия. Итак, поехали. Итак, переводим, вот я здесь напишу, и переводим. Итак, переводим это уравнение. Итак, значит, вот здесь, когда производную берут, переведите, у меня два здесь обножителя, d, a, n, b, d, d пойдет, еще производная вот от этого слагаем. Ну, давайте, я не буду все переписывать, но все-таки, слава богу, значит, вот там трус, с вами, да. Значит, вот, когда я беру производную вот эти экспоненты, коэффициенты, которые вылезут, минус i делить на h, e, n, d, запомнить, так. Теперь с правой части, с правой части у вас, ну, вот эта сумма вся пойдет, так, вот. Дальше обратим внимание на то, что h у вас, это h0 плюс v, и оператор h0 действует на функцию группе, дает, видите, вот это вот выражение. Это мы тоже учтем. Другими словами, у вас справа появится два слагаемых, одно очень простое будет, оно будет связано с действием оператора h0, вот на эту функцию. Значит, он вам выбросит е, n, вот и задействует h0 на ферен, е, n не выбросит. Ну, кроме того, здесь нужно еще учаще, видите, вот, слева у вас есть и h, а когда вы производную будете брать слева, у вас h будет знаменатель, оп, сократятся, минус i появится, там и есть, тоже сократятся. И у вас слева появятся слагаемые во форме совсем похожие на то, что и справа есть. Вот, я к этому пока склоню. Ну, и кроме того, вторая часть h, v. Ну, v пока оператор, я не знаю, вот, с ним сложно, но мы с вами договорились, левую и правую часть умножить на функцию fn комплекса сопряженных. Что это будет означать? Это будет означать, что у вас слева и справа появятся интегралы после интегрирования по dx, которые либо дадут вам условия ортонормировки, вот, слева и справа такие будут условия, либо баточные элементы, оператор РВ, либо баточные элементы, оператор РВ. И что мы получим в результате? Вот, я давайте просто уже результат запишу. Итак, значит, ну, все-таки промежуточный какой-то момент, ну, давайте я запишу. Ну, сейчас что я сделаю? Вот, слагаемость производная от a я оставлю слева. Дальше, после умножения на fn комплекса сопряженных, что мы получим? fn, здесь видите, операторов у меня не будет слева, да? fn, fn, dc символ даст. Дальше, у нас дельце символ снимет мне суммирование по n, и останется только слагаемость, n равен m. Вот я его и запишу. Итак, слева, i, h, d, a, m теперь, так, он t, он dt. Но, это слагаемое будет сопровождаться, дельце символ я уже, видите, он у меня сработал. Значит, функции у меня пропали, вот это экспонент осталось, так, это экспонент осталось. Ну, чтобы эту экспоненту слева убрать, я левую и правую часть домножу на экспоненту с плюсом. Тогда у меня левая часть, вот, видите, останется чистеньким, вот такой слагаем. Но, вот это правая часть умножится на экспоненту, е в степени, запомню, плюс и делить на h, e, m, t. Итак, теперь, что справа у меня останется? Напомню, что слева у меня еще одно слагаемое из производа этой экспоненты. Оно в точности сократится со слагаемым справа, которое связано с действием литератора h0. Все, я их не пишу. И тогда справа останется вот что. Во-первых, сумма по n остается, так. Итак, пишу сумма по n. Он придется туда мне, если перейти. Далее, что будет? Матричный элемент оператора возмущения. Матричный элемент оператора возмущения. Я его запишу. В, m, n, от n. В, m, n, от n. Потому что у него одна функция, мы договорились, умножали на фен, форму сопряженное. Ну, а справа у него фен стоит. Так что две экспоненты. Вот экспоненты остались, да? Но еще после обнажения левой и правой части на такого же типа экспонент, только синдексом m и плюсом, у вас появится вторая экспонент. И вы, в результате, получите две экспоненты. В результате вот такого вида все у вас будет. И делить на h, em, минус, en, t. Ну и, конечно, останется, что у вас? От функции a, a, n еще остается. Множить на a, n, от n. Вот правая часть, как будет выглядеть. Ну, давайте я ее немножечко проще запишу. Вот эту разность, em, минус en, делить на h. Я переобозначу. Давайте введем вот такую величину, em, минус en. Я обозначу через h, омега, mn. Введу понятие частоты перехода. mn, частота, омега, mn, частота перехода. Ну, включительно, это частота, которая соответствует разности энергии, em, минус en. Но надо быть внимательно, что эта частота может быть как положительная, так и отрицательная. Вот здесь эта величина может быть положительно отрицательной. Мы вообще не привыкли к отрицательным частотам, да? Ну, здесь мы формально, конечно, это вводим так. Вот. Поэтому, когда говорят о частоте перехода, в обычном смысле. Имейте ввиду модуль, конечно, вот этой величины омега, mn. Тогда это соотношение у нас будет так написано. Сумма по n. Дальше v, mn. И вот здесь я кильду напишу так, вот t, на a, n, вот t. Где v, mn с кильды, это матричный элемент v, mn, нагруженный вот этим фактором. Так? Давайте я аккуратно запишу этот фактор. Итак, что такое v, mn с кильды? Это, ну, по-первых, это от времени, это от времени, это от времени, это от времени. Это e в степени, e в степени, и делит, давайте я по-разному запишу. e делит на h, e, m, t, v, m, n, от t, на e в степени минус e делит на h, h, e, n, t. То есть это, как бы, матрица оператора f, нагруженная вот такими факторами, зависимыми от времени. Чего бы обратить внимание, видите, что здесь слева стоит. Вот этот же фактор, кстати, только с m вместо n комплексы запряженный. Поэтому здесь плюс. Ну, а здесь он без комплексы запряженный. Ну, или это будет e в степени и омега, m, n, t, v, m, t, v, m, n. Это, без степени, это, v, m, t, v, m, t, это матричный элемент операторов f представлений взаимодействия. Матричный элемент операторов f представлений взаимодействия. И вот это уравнение, которое мы получили, носит название уравнение Швейдингера в представлении взаимодействия. Его можно переписать, если ввести вот такую функцию в си взаимодействия, в матричной форме, где в строчках будут стоять функции a, n, t, вот n в строчке, видите, вот такую функцию, столбец ввём. Тогда формально наше уравнение, точнее говоря, система уравнений запишется так. И h, dc взаимодействия, t равняется v взаимодействия на c взаимодействия. Вот это есть как раз фактическое уравнение членников представления взаимодействия, это его стандартная форма. Если бы мы пользовались просто выводами теории представлений, то не надо было вот всё, что мы делали, приводить это всё. Просто сразу записать вот это вот уравнение членников представлением взаимодействия. И если вы берёте теперь матричную форму, да, то есть n-ую строчку расписываете, точнее, n-ую строчку, слева у вас будет h, d, a, m, d, t, ну а справа будет матрица, что это произведение матрицы, матрицы v и матрицы psi. Давайте перейдем. Включение системы уравнений представления взаимодействия. Для решения наших задач это не решение никакое, да, то есть фактически это просто другая форма уравнения жизни, это так, всего лишь. Но вот тоже обратите внимание, что очень часто решение как раз начинается с выбора формы, формы, с которой мы будем стартовать. Потому что от формы, от способа подачи вашей задачи, да, от способа записи, даже иногда её формально, очень многое зависит. То есть вы иногда сразу видите путь решения, а иногда вы решение где-то там теряется, деблик вообще говоря, самого постановки задачи. Что здесь можно сразу же сказать? Как мы будем эту систему решать? Ну, во-первых, обратите внимание, что, конечно, система, где-то здесь m пробегает 1, 2, 3, 4, 5. Но здесь сумма идёт по этому. То есть это система зацепляющаяся в таких уравнениях. Это раз. Конечно, хотелось бы её как-то представить в виде системы независимых уравнений. Это хорошо. Ну, может быть, это как раз и пройдёт у нас. Но при чем это делать? Давайте немножко поговорим о самом возмущении, о зависимости его от времени. Нам придётся так или иначе выбирать некоторую форму этого взаимодействия. Итак, форма. Давайте договоримся выбирать возмущение. Точнее говоря, в зависимости его от времени нас она будет интересовать. Следующим образом, VLT, здесь речь идёт о собственном обычном, что я не знаю, представлении этого оператора. Но, повторяю, здесь речь идёт о зависимости от времени. И поэтому, конечно, когда любые операторы рисуют этот график, зависимость от времени не очень понятна, о чём идёт речь. Но понятно, что фактически речь идёт о зависимости от времени, так скажем, характерных матричных элементов этого оператора. Итак, мы будем считать, что до момента времени D равно 0, возмущение отсутствовало. А затем оно включается, включается и действует на промежутке времени tau. 0 tau, вот на этом промежутке времени это возмущение действует. Ну, выключается. То есть, короче говоря, речь идёт о действительной системе такого импульса. Форма импульса может быть разной. Ну, сразу к голову приходят два простых самых варианта. Это прямоугольный импульс. Мы будем в этом случае говорить о «постоянном» возмущении. Что «постоянное» и зависящее от времени, как бы не сильно согласуется. Но речь пойдёт о «постоянном» на промежутке времени 0 tau. Так будем говорить «постоянное» возмущение. Или, скажем, «периодическое» возмущение. И вот эти два типа возмущения мы как раз отдельно рассмотрим. И для нас они будут наиболее интересны представлять. Итак, вот характер зависимости возмущения от времени. Ну, а теперь поехали к нашей системе. Как мы будем решать нашу систему? Ну, во-первых, давайте договоримся так, что поскольку у нас до момента времени 3 равна нулю. Возмущение отсутствовало. Так, ну, тогда мы и возмущение отсутствовали. Ну, мы имеем стационарную, это нашу обычную нашу данную. Мы имеем набор стационарного состояния. Ну, и давайте выберем начальные условия. Начальные условия. Будем считать, что до момента включения возмущения система находилась в каком-то стационарном состоянии. Ну, в любом. Ну, давайте букву И, скажем так. Вот, между прочим, от слова И не шел. Очень часто начальное состояние буквы И как раз означает. Так же, как конечное, ну, скажем, F, final. Поэтому будем считать, что при T меньше нуля у вас система находилась видом стационарного состояния. Что это означает? Это означало следующее. В C от X и T меньше нуля выглядело следующим образом. Это Е в степени минус И перед на H. Е и Т. Е и Т. И Т состояние. Т. Фи и Т от X. То есть, фактически, эта функция описывалась волновой функцией этого стационарного состояния. Энергия была определенная, ей и дырят. Кстати, если бы возмущения не было, да, то и в любой другой момент времени система также бы находилась видом стационарного состояния. Обратите внимание, что это означает. Это означает, что если ваша система в какой-то момент времени находится в определенном стационарном состоянии, то в отсутствии возмущения зависящего времени она и в любой другой момент времени будет находиться в этом же стационарном состоянии. Это будет означать, что время жизни стационарного состояния бесконечность в отсутствии возмущения зависящего времени. Это очень интересно. Это означает, что ты всяк-то себе атом попал в какое-то возбужденное состояние. Атом возбужденное состояние. Если у вас нет взаимодействия зависящего времени, то атом будет бесконечно долго находиться в этом стационарном состоянии. Но это не очень так понятно, как бы, да, потому что что же там будет возбужденное состояние, если у него там ниже есть в энергии состояние, в которое он может их поперейти, излучив кван-светок. Ну, на самом деле, так и происходит. Даже, даже, если у этого атома нет в ближайшей ответственности ни соседей никаких и на первый взгляд никаких взаимодействий. Мы об этом будем с вами подробнее говорить. Дело в том, что электровагнитное поле если его рассматривать как квантовый объект, у него есть особое состояние, вакуумное состояние электромагнитного поля, которое по классическим представлениям соответствует отсутствию электромагнитного поля. Но, тем не менее, это вакуумное состояние, точнее, система может взаимодействовать с этим вакуумным состоянием. И это взаимодействие будет зависеть от времени. И вот тогда за счет этого именно взаимодействия у вас происходит спонтанный переход с излучением кванта. А кванта куда берется? Вот из этого вакуумного состояния, то есть у вас атом переходит в основное состояние, изучается квант, квант берется из как раз вот этого вакуумного состояния, то есть как бы он рождается из вакуумного состояния, это чисто квантный между прочим процесс и спонтанные переходы, которые в общем-то для нас, пожалуй, более кажутся очевидными с точки зрения классики, более очевидными, ну атом он зашел вакуумный, что ждет, если я покажу, излучится и если излучится, так вот по классическим представлениям не излучится никогда, по квантный, да, по чисто квантный процесс. А вот второй тип, второй тип излучения, на что перезабегает, так называемое вынужденное излучение, или поглощение вынужден, аналог его, или индуцированное излучение поглощение. Это вот процесс такой скорее ближе классики, когда у вас есть и по классическим, и по квантному представлению электромагнитное поле, вот, и тогда у вас либо поглощение, система поглощает квантный электромагнит, и существующий уже электромагнитного поле, то и наоборот, из возбужденного состояния по действию взаимодействия с электромагнитным полем, так вот в основной, излучает квант. Ну, вы догадитесь, что вот эти процессы, которые я говорила, они как раз лежат в основе работы лазера. Итак, возвращаемся к нашему случаю. Итак, стационарное состояние. Итэ, начальное стационарное состояние. Ну, а как только включилось возмущение, у нас же, видите, волновая функция, это есть суперпозиция. Суперпозиция стационарное состояние. Вот мне придется ее снова написать, она у меня уже исчезла. А сейчас она мне нужна. Я хочу сказать, что в силу пиксель пэ, в сумме пэн, а пэн на волновые функции стационарного состояния, ну, давайте я их так обозначу, в силу пиксель пэн. То есть ясно, что как только возмущение включилось, так, то все, вот эти коэффициенты у вас теперь в общем случае вообще отличные от нуля, все в общем случае, да. А что в смысле будет, физический смысл? Я помню, что волновая функция имеет такой вероятности, смысл. Ну, а НУТ это тоже волновая функция в представлении взаимодействия, это НС-40К волновой функции в представлении взаимодействия. Какой смысл она имеет? В нашем случае она будет иметь смысл вероятности, ну, не вероятности, а притуды вероятности, перехода избитого стационарного состояния, в котором система находилась до включения и возмущения, в любое НС-состояние. То есть АНУТ по модулю в квадрате, это будет вероятность, вероятность обнаружения системы в Н-ном стационарном состоянии. ВНУТ, вероятность обнаружения системы в Н-ном стационарном состоянии. Ну, а если она до возмущения, до включения возмущения находилась в ПИТ-ом состоянии, да, то тогда будет вероятность перехода из ПИТ-ого в Н-ное состояние. То есть, что я теперь должен сделать, смотрите, поскольку я начальное условие отключил, я теперь должен коэффициентом AN добавить эти начальные условия. Давайте будем записывать эти коэффициенты так, ANI, указывая здесь начальное условие. Ясно, что если у меня начальные условия изменятся, то есть если оно не видимо, а идет в каком-то состоянии, понятно, что и ANT изменится. Ну и тогда W запишется у меня как WNI, и это будет вероятность перехода изначального состояния, и в конечное состояние, и NN любит. Ну, кстати, N говорит, может и правую И быть, да? WII, а это что? За что-то такое? Ну, поскольку вероятность у вас нормирована на единицу, то есть сумма вероятности – единичка, это будет означать, что фактически мы можем найти и вероятность перехода из состояния, и в другие состояния, и вероятность системе остаться исходом в начальном состоянии. В начальный момент времени, ну, то есть это значит момент времени, любой до Т равного нулю, у вас коэффициенты ANT, точнее, я говорю, функция ANT, это очень легко. Дело в том, что у вас, видите, волновая функция – это вот как вы делите. Вот сравните эти два выражения. Ясно, что для того, чтобы получить начальные условия, нужно взять ANT при T меньше нуля равную дни стимулу. Поэтому одно решение, которое соответствует начальным условиям, мы сразу же находим. ANT, вот так, ANT от T меньше нуля равняется просто дельта НИ, дельта НИ. Ну и, соответственно, вероятность квадрат-модуля, это будет, если N равняется единичкой, значит, если N равняется единичкой, значит, если N будет находиться в каком-то состоянии, а если N не равно, то это будет ноль. Вот, кстати, отсюда можно стартовать и относительно возмущения. Представьте себе, включаем теперь возмущение, и у меня что-то требует. При N равном И у меня будет получаться величина W и И, который будет порядка единицы, меньше, но близка к единице, при слабом возмущении. А при N неравном И раньше был ноль, а сейчас будет не ноль, но малая величина. Поэтому, на самом-то деле, условия малости возмущения здесь можно будет сформулировать следующим образом. W N И при N неравном И должно быть много меньше единицы. Вот эти вероятности должны быть маленькие. Это условия малости возмущения. Ну, собственно, наша задача будет состоять, конечно, в поиске величин W, то есть в поиске гороятости эквадовых переходов. Больше ничего. Энергия, наверное, вискать бесполезна, потому что энергия, в данном случае, будет неопределённой величиной. Ну, действительно, вы смотрите, вот здесь у вас входит линейная гамбитация состояний с определённой энергией. Вот эти состояния WCN имеют определённую энергию EN. А здесь суперпозиции. Значит, у вас это состояние не будет, соответственно, определённой энергией. Ну, с другой стороны, понятно, что если у вас вероятности переходов будут очень маленькие, то и неопределённость энергии начального состояния будет очень маленькой, конечно. То есть это будет означать, что система будет как стационарной. Стационарной. Иногда такого типа системы называют квазистационарными. Ну, то есть если стационарная система, это система, или, так сказать, стационарный уровень, это уровень с бесконечным временем в жизни, то квазистационарный уровень, это уровень с очень большим временем в жизни. Ну, а вы догадывались, что время жизни и вероятность перехода с этого уровня куда-то, да? Это как бы обратное величие. Чем меньше вероятность перехода с данного уровня на все остальные, тем больше времени его жизни. Поэтому, когда мы говорим, квазистационарный уровень, или квазистационарное состояние, мы имеем в виду состояние грязности перехода, с которого по действиям пределы на размещении, мало. Ну, кстати, квазистационарными уровнями могут быть уровни, вообще говоря, с малыми временами жизни, а вносительно малыми. Опять же, могут быть уровни, которые живут, скажем, ну, сутки. Сутки хорошего времени. Секунды тоже хорошее время. Ну, правда, все зависит от того, в каком мире мы живем. Если речь идет о атомном мире, да, в атомном, ворегулярном мире, то там, скажем, секунды, как выявили жизни, это очень много. Скажем, миллисекунды тоже много. Микросекунды тоже много. Пико, фенто, вот это такое... Такие, не очень большие времена жизни. А миллиметры, это стационарные, или квазистационарные состояния. Кстати, вот все эти понятия, времени и жизни, они очень важны с такой практической точки зрения. Вот, знаете, сейчас одна из таких очень важных проблем, это проблема преобразователей с солнечной энергией. Солнечной энергией переводит, да. Уже селк, это не батарея, не очень. Солнечной батареей, да, наверное, вот так, да. И вот эти вопросы очень важны, конечно. То есть вопросы, когда у вас, скажем, вы рассматриваете систему, в которой, скажем, возмущение может накапливать, что-то звучит. Это означает, что вы какие-то уровни долгоживущие. Долгоживущие уровни можете насыщать. То есть накапливать состояние долгоживущие, так? Ну и, кроме того, все эти проблемы, связанные, например, с биофизическими проблемами, с нашим зрением и так далее, с преобразованием солнечной энергии, и вообще свет, да, вот, в нашем глазу, и так далее, и так далее. Ну, еще интересны все проблемы. Приметь жизнь, соотношениями, между ними, временами и так далее. Идем дальше. Итак, с начальными словами мы разобрались. Теперь поехали к решению, рассмотрим решение Турова. Давайте будем решать эту систему, используя метод последовательных приближений. То есть такую процедуру, когда, смотрите, на первом этапе в правую часть, в правую часть мы будем подставлять вместо функции А, Н, О, Т начальные условия. То есть у него приближение для нас, да. Итак, на первом этапе вот этой итерационной процедуры, процедуры последовательных приближений, я в правую часть буду подставлять вместо А, Н, О, Т начальные условия. Ну и я напомню, что, кроме того, что мы теперь вместо Н пишем А, Н, И, Д, вместо Н тоже Н, И, Д. Это что писать, да? Итак, на первом этапе метода итерации метод последовательных приближений мы получим следующее. Теперь смотрите, у меня система-то разобьется. Дело в том, что как только я сюда подставляю начальные условия, то я подставляю Д, Д, и сюда просто начальные условия, да. Тут как-то главный курс Сумба снимается. О, Н. Здесь состоится В, Н, И, Д. Ну, А слева А, Н, И, Д. Я получаю И, А, Д, А, Н, И, О, Д, уравняется В, Н, И, С, Т, И, Д. И все. То есть у меня получилась система независимых уравнений. То есть расцепилась у меня, расцепилась эта система, связанных уравнений. Я получил систему очень простых дифференциальных уравнений. Каждое уравнение легко интегрируется. Итак, наступим решение А, Н, И, Д, но в основном, в общем, дело в том, что мы с вами договорились, это у меня первый этап итерации. Первый этап итерации, это же некое приближение. Ну, понятно, что это первое приближение. Первое приближение. Я пишу А, Н, И, Д, первое. Равняется. Ну, а дальше здесь просто интеграл. Пишу единицу, она Е, H. Интегрирует уравнение. Интеграл. Ну, вот здесь как бы записать пределы. Ну, верхний предел давай на К запишем, да? Как же, ну, после дифференцирования у меня сразу получилось то, что надо. А вот нижний предел здесь может быть любым. От минус бесконечности до нуля. Почему? Потому что от минус бесконечности до нуля у вас размещение отсутствовало. То есть интеграл-то, ну, 0 будет все равно. Ну, давайте я напишу здесь от нуля. Ну, а дальше В, Н, И, Д. Вот Т, здесь надо Штри записать. Я, видите, где тут Т написал. Между прочим, очень важный момент вот это появление здесь Т Штри. То есть появление двух времен. Вот это текущее время обычно, а это время здесь, как входит, в элемент болезни анекдерирования. Т-тестри. Да, здесь я смотрю самое главное, Тильдок. Тильдок. Вот все, как выглядит поправка в первом приближении. И на самом деле, мы должны были бы записать теперь для функции нашу, таким образом, нулевое приближение плюс первое. То есть, вот на этом первом этапе, на этом первом этапе, я должен был бы нулевому приближению, ну, вот, собственно, это и есть, если я вот здесь вот пишу просто Т, да? Не Т меньше нуля, а просто Т. Тогда здесь надо индекс 0 написать, нулевое приближение. Тогда у меня А, Н, И, Д, Ф. Вот Т. Будет Дельта, Н, И, нулевое приближение, плюс вот это вот А, Н, И первое. Я вот так зашел. А вот А, Н, И первое, как выглядит. Не, не? Ну, понятно, что, видите, это поправка к амплитуде вероятности. Амплитуде вероятности. Линейное по возвращению. Это первое приближение. Дальше что мы делаем? Дальше берем. Вот у меня подправленная функция. Видите, я метод последовательного приближения делал. Подправленная функция. Я снова ее подставляю сюда, в правую часть. Что я получаю? Первое слагаревое. Вот это крутостное, эту самую первую поправку, которую я уже получил раньше. А вот вторая часть, то есть первая поправка, которая теперь вот здесь появится, даст мне теперь уравнение и венциальную уравнение для второй поправки. И интегрируя, опять, я получу теперь выражение для второй поправки. Ну, я ее просто запишу. Итак, что я получу для второй поправки? А, здесь мне надо так писать по... По луже. Итак, что мы получаем? Смотрите, первая поправка, единица на яш, там еще появится единица на яш, будет единица на яш квадрат. Дальше вот этот интеграл. Но, я же туда должен подставлять, видите как, вот здесь вот у меня тейп всегда, да? А здесь у меня после интегрирования какой-то штрих, ну, у меня же там уже штрих есть, и у меня еще два штриха появится. В результате у меня будет такое выражение. Единица на яш квадрате, дальше интеграл от нуля до т. А вот здесь вот надо, я тут сэкономил, но ты все-таки надо написать. Равняется единица на яш квадрате, вот здесь а, м, и, т, от т, вторая поправка, равняется единица на яш квадрате, я ведь и хочу это все сюда втиснуть все-таки. Интеграл от нуля до т. Дальше в, а вот здесь, нет, не войдет в меня, хотелось иметь все втискивать, давайте я перепишу. Чем я буду здесь все-таки втискивать, давайте я перепишу, а то у меня результате вам будет непонятно. Итак, а, м, и, т, 2. А равняется единица на яш квадрате. Да, а ты из-за этого написать еще. Единица на яш квадрате. Дальше. Вот, давайте, не поймите, еще сумма останется. Сумма-то теперь останется. У меня раньше эта сумма выпадала, потому что это символ, в этом доживом приближении. А сейчас сумма остается. Итак, сумма, О, Э. В, но дальше интеграл от 0 до Т. Это вот результат интегрирования, куда же ты веку ровнение для второй поправки. Дальше. В, М, Н, с тильдой, от Т'штрих. Дальше интеграл. А вот теперь идет интеграл, который соответствовал первой поправке, собственно. От 0 до Т'штрих, В, Н и Д, стильдой, от Т2'штриха. Ну и ДТ'штрих, ДТ2'штриха. Вот если, вот что мы получим, если аккуратненько проинтегрируем это уравнение для второй поправки. То есть здесь будет эффект квадратичного возмущения, очевидно. Кстати, обратите внимание, что ничего-то похожее будет на квадрат вот этой величины. Ну, правда, что значит квадрат? Здесь, видите, входит в сумму еще, но посмотрите на структуру М, Н, Н, И. Это как бы матричный элемент М, И от произведения оператора В, В. От произведения оператора. От квадрата от оператора. То есть это поправка очень похожа, вообще говоря, на квадрат первый поправка. Похожа по структуре. Это мы будем использовать дальше. Ну и, наконец, давайте попробуем общее решение. Вот так построить. Структура-то понятна. Смотрите, третий порядок. Что у вас добавится? Третья поправка. Единица и аж в кубе. Сумма двойная, как ты понимаешь, сумма, скажем, по Н и по К, например. Дальше. Интегралом 0 до Т, В, М, пусть, скажем, Н, оставьте здесь, так. От Т штрих. Дальше интегралом 0 до Т штрих. В, Н, К пойдет. Т2, аж Т, К. Так. Дальше интеграл пойдет от 0 до Т, 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 Х. В, К, И, последний индекс и должен быть. И будет Т, 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 Т. И получить там пятую, десятую поправку, проблем нет особой. Структура примера будет понятна. То есть вы теперь по индукции, когда все-то можете пробить любой поправку. И сразу же напрашивается вывод о том, что, наверное, можно как-то все записать более компактно, обобщить. Да, можно. Давайте мы сделаем вот что. Во-первых, мы ведем с вами оператор, я его обозначу, П, так называемый, хронологический оператор Дайвсона. Хронологический оператор. Ну, хронологический оператор упорядочения времен, как его еще называли. Вот как действует этот оператор. Вот представьте себе, что у вас есть произведение, скажем, оператора. А я брюху могут быть оператором, могут быть. А мы еще величины, да? Ну, в общем случае, операторы, которые один зависит от веяния Т1, а второй Т2. У нас вот такого типа струб не увидят, Т-штрих, два штриха, так и так далее. Так вот, в результате мы получим следующее. Если Т-штрих больше Т2 штриха, то мы получим А от Т1 до В от Т2. Если Т1 больше Т2, и мы получим В от Т2 на А от Т1, ну, если наоборот. Если Т1, скажем, меньше или равно Т2. Вот так. Оператор упорядочения времен. Так вот, я вам задачку такую задаю для самостоятельного анализа. Дело в том, что теперь общее выражение для волновой функции можно представить следующим образом. Итак, я пишу общее выражение А, М, И от Т равняется. Дальше пишу М, матричный элемент. А вот здесь вот я напишу С от Т и Т. Матричный элемент некоторого оператора. С от Т. Вот эту матрицу иногда называют матрицей рассеяния еще. Матрицей рассеяния. Ну и С тоже можно назвать С-оператором. Матрицей рассеяния. А вот структура его. Обратите внимание. Смотрите. Если вас интересует нелеговое приближение, тогда вместо С вам нужно подставить единичку просто. Единичку. У вас тогда будет его. Дельта символ, Дельта М, И. Это будет интегралом фанармирования. Если вас интересует поправка первого приближения, вы что должны местность подставить? Смотрим сюда. Ну вот. Местность подставить. Но в каком случае для какой известной из школы величины у вас разложение начинается с единички экспонент. Эф степень х, скажем. Эф степень х. Возложение единица плюс х. Плюс х квадрат пополам. Ну так будет. То есть я хочу сказать, что вот этот оператор С должен иметь вид экспоненты еф степени ну вот, 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 вот. Если это первое слагание или тривиальное, это х как раз, да? Еф степени вот такой. Но! Дело в том, что раз, два, третий слагает х квадрат пополам, а наша вторая поправка. она как раз соответствует третьему слагаемому экспоненту, возложению экспонента. Она не с квадрат, второй поправка. Так вот, здесь вступит в работу, в действие оператор по увеличению времен. И в результате всего лишь оператор С будет выглядеть следующим образом. итак, С от T отправляется P оператору при увеличении времен. А дальше будет та самая экспонента Еф степени. И вот я переписываю то, что у меня там есть. Единица на и H интеграл от 0 до T V стильный теперь я индексы матричных элементов здесь опускаю. Это у меня от оператора. V от T штрих D штрих вот как выглядит у меня от оператора С. И вот собственно ваша задача проверить будет ли теперь третье слагаемое вот здесь в разложении как бы этой экспоненты совпадать со второй поправкой. при учете действия оператора при течении времен. Но он собственно еще отработает только с этого слагаемого типа X квадрата. Потому что там два времени у вас появятся. T1 и T2. Видите как? T штрих и T два штриха появляются. Вот в этом выражении у вас всегда T штрих больше T2 штриха. Больше T2 штриха. А когда вы распишите квадрат X квадрат у вас здесь будет два слагаемых. В одном случае у вас будет T штрих как бы ну два квадрат будет одного и того же интеграл и если их разбить на два это же квадрат на два интеграла то у вас на самом деле там будет T штрих и больше T2 штриха и меньше T2 штриха. У вас будет два слагаемых. Ну так они похожи же будут два слагаемых. Вы просто замену сделаете T штрих на T2 штриха в другом. Вы получите удвоенный интеграл. Но поскольку здесь у вас определенный порядок то надо будет двойку ввести для того чтобы удвоение убрать и вы как раз получите то самое X квадрат пополам все на сегодня.